Приветствую вас, Анна. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Значит, вы тревожный. У вас есть тревожность, у вас достаточно сильная тревожность, если угодно. Очень слабо вы доверяете себе, твоим чувствам, судя по тому, что спрашиваете нас, что оно представляет из себя поведение мужчины, что представляет из себя его действия. Вот. И, собственно, с точки зрения психологии, именно с этим в первую очередь вам нужно разобраться. Не с тем, что, вот, как дальше себя вести, может ли любимый человек сказать такое, не может любимый человек сказать такое, потому что это позиция... больше, он... такая, знаете, выборочная вариант, если угодно. А именно, вот, разобраться в себе, да. Для чего вам ребёнок, почему вы так активно хотите ребёнка, как бы, что значит для вас брак, что значит для вас мужчины, что вы хотите получить в браке для себя, что вы хотите получить через ребёнка, вот. И так далее. Всё для вас значит отказ молодого человека, да, от ответственности, условно говоря. И так далее. То есть все эти моменты очень важны. И не очень здорово, что вы вешаете на своего мужчину, да, на партнёра своего, правильно сказать, решение своих проблем. Это не совсем справедливо и честно по отношению к вашему партнёру. Вот. Что касается действий младого человека, то, ну, выглядит всё так, что он просто как-то вот испугался, да, выглядит всё так, что ответственность, его ответственность для него выглядит сейчас несколько пугающе, вот, и, соответственно, он хочет, там, как-то вот подумать, да, сделать паузу. Вот. Кроме того, на мой взгляд, молодой человек говорит, ну, то есть имеет позицию, которая предполагает некую защиту ваших интересов. Когда говорят, что, если вы не согласны, то можно остаться, в принципе, друзьями или любовниками, вот. То есть молодой человек, в принципе, настроен так для, ну, довольно, довольно демократичного отношения к вам. В отличие от вас, которая достаточно категорично настроена, и у вас прямо вот требования к мужчине, у вас прямо вот ожидания, прям, давай, либо так, либо, ну, никак, получается. И это, на самом деле, очень серьёзная проблема в отношении к себе, к тому, ну, к какому-то вот ощущению, да, своей ценности, своей значимости, своей важности, если угодно. Вот. Если подобная проблема у вас есть, если подобная проблема присутствует, то, ну, наверное, опять же всё-таки стоит разобраться в себе. Потому что в отношениях пытаться это компенсировать достаточно, ну, адский кропотливый труд, который не имеет на выходе того КПД, который бы вас удовлетворил. Вот это, по сути, ну, это по сути, м, 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 м. М, 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 м,м, м, м,あ, м, м,м, 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 м, м,м. Мм, м,м, м,м, м,мм, м,м, м,м, м,м. М,м, 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 м,м,мм, м,м, м,м. М,м,м, м,м.м, м,м, м,м,м. ...грубо говоря. Вот. В остальном, вы, мне как, чувствуется, что вы,пля, вы хотите, вы хотите воздаетAND gueьте 해서 вот встали на вашу сторону, может быть, вы хотите, чтобы мы как-то вот вместе с вами, да, там, согласились, грубо говоря, с тем, что молодой человек ведёт себя как-то вот неправильно, молодой человек ведёт себя как-то вот не так, как вот нужно себя вести, да, и так далее. Ну, на самом деле, за подобными вещами, наверное, всё-таки к именно психологу, да, ну, наверное, не обращается, потому что психолог немножечко не по этому вопросу, психолог больше по всё-таки разбору в себе, да, вот, так что я думаю, что было бы очень здорово, если бы вы, ну, перестали бы, может быть, как-то вот пытаться подстроить молодого человека под себя, да, мужчину под себя, стали пытаться подстроить, и спросили себя, ну, хорошо, а готовый ли я его, допустим, да, принять вот таким вот, какой он есть, например. Если я не готов его принять таким, какой он есть, то, ну, возможно, это не мой человек, да, то есть, возможно, вот, чувства к нему, да, я не испытываю вот тех, которые необходимы для построения отношений, к примеру, к примеру, к примеру, можно посмотреть и разбирать, вот, с тем, чего вы хотите, с тем, что вам нужно, да, и для чего. Идеально, чтобы человеческий фактор в вашей потребностной сфере не занимал такую вот, ну, доминирующую, скажем так, роль, вот. На мой взгляд, это крайне важный момент. Вот, ну, прислушаетесь вы ко мне или нет, это уже целиком и полностью зависит от вас, я надеюсь, что да, вот, ну, а вы поймите, что вопросами, которые задаётся, вот, в общем, в разделе, да, ваши проблемы не решить, вам нужна индивидуальная работа, вам нужна индивидуальная консультация для того, чтобы обсудить именно, вот, то, что вас волнует, да, и, грубо говоря, направить вас, чтобы направить вас, вот, ну, вот, в то русло, которое вам, ну, действительно, да, да, способно что-то принести, вот, потому что плодить вопросы можно, конечно, что-то не важно, но все это мало эффективно, мало эффективно, вот, можете поверить опыту моему и опыту коллег, вот, чем больше вы будете, там, грубо говоря, спрашивать, да, вот, чем больше вы будете писать такие вопросы, тем более вы будете к этому прикопать и тем сложнее вам будет от этого потом отказаться, потому что одно заменяет другим, сейчас вы не доверяете своим чувствам, вот, и вопросы не облегчают ваше состояние, на мой взгляд, наоборот, вот, ну, ваше состояние только лишь усиливают, усиливают и как-то вот, ну, делают, ну, более таким глубоким, то есть, может быть, там, на короткий промежуток времени становится легче, да, но потом ситуация, как бы, усложняется все равно, что-то становится, ну, такой, сложно достаточно, вот. Это вот то, что я могу вам сказать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok